Это единственное, самое лучшее место в Москве, где пока еще на цветах можно заработать хорошие деньги. Ты бы сейчас посоветовала тем, кто только хочет в этот бизнес воткнуться, где такая большая конкуренция? Сейчас-то у меня с фаллическим символом, допустим, ассоциироваться. Похоже, есть, только немножко как толковатый. Ну, какой есть, о чем говорят цветы? Некоторые девчонки говорят, да не надо мне цветы дарить, лучше деньгами. Каждой женщине необходим хороший садовник. У тебя есть свой садовник? Я тебя умоляю, позови меня, да, а ты молчал. Я умоляю там что-то еще, а ты ничего. А ты опять молчишь. Мама, далеко до сентября, просто стала взрослой дочь твоя. Побольше тезисов, дорогая Пель. Здравствуйте, прелестники и прелестницы. С вами я, ваш психолог Светлана Прель. А со мной в гостях потрясающая королева цветов, бизнес-леди Ольга Шубладзе. Знакомьтесь. Здравствуйте, Олечка. Здравствуйте, Светлана. Я очень рада, что вы гости моей программы. Вы очаровательны. Кругом цветы, такие потрясающие ароматы, невероятные букеты. И даже на голове у меня такой чудесный венок. Я даже не знала, что мне это пойдет. Спасибо вам это открытие. Скажите, пожалуйста, вот вы давно в этом бизнесе цветочном, и бытует такое мнение людей, которые этим не занимаются. Да, кажется страны, что все это легко, что прям ваш бизнес усыпан розами, что такая легкая дорожка, все так же сказочно и цветочно, да, как здесь в этой студии. А какие есть подводные камни? Подводные камни есть во всяком бизнесе, в любом. Например, допустим, смотря что вы хотите вынуть из этого бизнеса. Если вы к этому бизнесу относитесь с любовью, с душой, цветы – это вообще живые существа. Если к ним относиться, разговаривать даже можно с ними. Я с ними обычно очень часто разговариваю с цветами. То есть они действительно это чувствуют, воспринимают? Да, 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 очень сильно. Если вы их не любите, вот приходит какой-то цветок, приходит партия цветка. Вы этот цветок не воспринимаете, он не будет продаваться и реализовываться. Не будет. Это реально работает? Он это чувствует, и он отдачу такую же дает, как вы к нему относитесь. А можно сказать, вот я перебью немножечко, что у каждого цветка есть свой характер? Однозначно. Ну вот, например, тюльпан. Что с ним? Какие слова нужно сказать тюльпану, чтобы он продавался? Ну, тюльпан – это вообще весенний цветок. Это цветок настроения. Это после зимы начинается расцвет. Да, я люблю тюльпана после зимы. Душа начинает расцветать. Почему весной, говорят, мужчины проснулись? Так же, как тюльпаны. Тюльпаны просыпаются, и людям пытаются подарить тюльпаны, девушкам. Неважно, можно и мужчинам дарить тюльпаны, в зависимости от цвета. И очень красивые композиции из тюльпанов можно сделать. А мужские цвета тюльпанов – это какие сразу? Тёмно-сиреневые. Всё, что тёмное. Ну вот какие, например, вот тюльпан. Вот пришла партия тюльпан. Ты такая вот как мамка, встаёшь и говоришь, тюльпан ты мой родимый. Да какая красота, боже ты мой. Комплименты любят, как женщины цветы. Обязательно, обязательно. Их нужно красиво поставить, сделать красивую выкладку, сделать красивую витрину. И радоваться, и говорить, боже мой, какая витрина замечательная. Ничего себе. А есть вот такие цветы? Это просто уже меня в любопытство раздирает. Сейчас мы вернёмся к бизнесу. Я лишь человек не бизнеса, меня сразу увело в сторону. Вот смотри, вот роза, допустим, такая красавица, но колючая. И ты понимаешь, ага, чувствуешь, наверное, её характер, раз ты говоришь про любовь, да, относишься с душой. Ты чувствуешь, ага, вот эту капризулю надо там к солнцу поближе. Эту там, не знаю, в тени где-то поставить. Вот есть такое, что месторасположение влияет? Это вообще нельзя ставить в тёплом месте. А, вообще нельзя. Ну, они быстро, они боятся жары, теплоты, им нужна влажность по-любому. Значит, первая формула успешного бизнеса – это по-любому ты, значит, должна любить цветы, как детей своих или что? Однозначно, однозначно. Любишь цветы, они тебе отдают той же самой отдачей, они тебе реализовывают то, что ты хотела бы получить с этого бизнеса. А, я поняла. Подходит покупатель, и если ты с любовью договорилась с букетиком, он повернётся таким лицом к покупателю. Да, неизвестно, чем это всё закончится. Он просто скажет, бери меня, детка, я вся твоя. Да. А ещё, если всё-таки ближе к бизнесу? Ну, в основном нужно обязательно, допустим, когда человек задумывается о том, чтобы начать заниматься цветочным бизнесом, во-первых, он должен пойти на специальное обучение флористике, потому что без этого, вот там очень много тонкостей, очень много деталей в этом цветочном бизнесе. Без этого знания языка цветов не получится никакого цветочного бизнеса. Ну, как ты красиво сказала, язык цветов. А есть какая-то определённая, не знаю, как это называется у флористов, архитектура букета, форма, вот эта вот история. Это же целая геометрия, да, получается? На флористических курсах. А какому флористу можно доверять, который, там, не знаю, курсы две недели прошёл, или месяц, или это неважно, или есть таланты от Бога? Таланты от Бога есть такие, которые даже не проходили никакие флористические курсы. Но всё-таки ты у них говоришь, да, что если бизнесом заниматься, то надо всё равно пройти. Обязательно. На одной интуиции ты тут не уедешь далеко. Так, вот ты прошла, значит, поняла всё, и тонкости определённые, азы, да, изучила, а дальше что, какие твои действия? Дальше ты выбираешь какое-то определённое помещение для торговли, для реализации цветка. Или это может быть по-разному, в зависимости, какими объёмами ты хочешь работать. Это может быть опт, это может быть розница, это может быть салон цветочный, это может быть большая реализация, там, склад какой-то, в зависимости, что ты хочешь. А у тебя сеть магазинов «Дефлёр», да? А вот такое название очень красивое, правда, вот оно так запоминается, «Дефлёр», «Флёр», какое-то, знаешь, кокетство такое уже начинается, уже… Да, я такая, я как кокетка. Такая любовь-любовь. Люблю-люблю-люблю. Это ты придумала, да? Да, это я очень люблю французский язык с детства, потому что моя мама преподавателем была французского языка. А, тогда понятно, что я любовь. И она меня с детства приобщала к этому, да, я очень люблю. Если мама преподаватель французского, ты либо очень будешь любить язык, либо очень его ненавидеть. Да, 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 одно из двух тоже. Несмотря какой педагогический подход был выбран. У неё был очень хороший педагогический подход. Мы с ней с детства, я ещё была маленькая совсем, мы пели песни на французском языке, читали стихи. Ой, мамочке привет, замечательная мамочка. А с детства у тебя были такие предпосылки, что ты букетики любила собирать, что-то такое делать, веночки? Венки, венки плела, да. Но они у тебя были как у всех, я тоже за дуванчиков плела. Или уже прослеживала. Да, вот что-то такое было творческое, да? Моя мама мне всё время говорила, ну вот ромашки, там ромашки, одуванчики, одуванчики. А тут у меня были уже какие-то определённые композиции. А вот эта вот идея, любовь к цветам, это одна история, а вот всё-таки сделать первый шаг. Это как ты его сделал, как ты проходила этот путь? Может, тебе кто-то помогал? Да, мне помогла тётя моего бывшего мужа, супруга моего. Она меня привела в этот бизнес, сказала, что-то, я не понимала, я не знала. У меня было торговое образование, я давно уже работала в торговле. Но когда она меня пригласила в цветочный бизнес, я думаю, Эльза, что это? Я не знаю, я не представляю, как это начать. Я тебе всё помогу, всё расскажу, всё покажу. Всё-таки важно встретить того человека, который направит на путь истинный. Сейчас Эльза является самым лучшим флористом. Я даже не постесняюсь этого слова. Она очень талантливый человек. А у вас совместный этот бизнес? Или вы разной дорогой пошли дальше? Мы работаем на одной территории, но работаем каждый на себя. И не поругались, и всё равно остались добрыми друзьями. Это говорит о качестве характера твоего покладистого. Потому что всё равно, когда на одной территории… Ну, когда я дошла до какого-то определённого уже уровня, она мне сказала, теперь уже ты должна идти сама. А, выбирать свою дорогу, иди. Так, хорошо. Значит, всё равно ты в этом бизнесе, ну, то есть в торговле понимала, да, изучила флористику, и дальше твои действия. Вот она тебя направила. Дальше действия, да. Ну, я выбрала определённое помещение. Первым делом цветы невозможно продавать без холодильного оборудования. Обязательно должны быть камеры холодильные. Для цветов. Без этого хранить только в холодильнике. При определённой температуре. И то, каждый цветок хранится по разной температуре. А, вот эти ещё тоже. Экзотические цветы. Вот, например, вот такой цветок в холодильнике хранить нельзя. Вот гладиолусы хранить нужно при температуре 6-8 градусов. Розы хранятся при температуре 2-4 градуса. Ну, чувствуется специалист наизусть уже. Каждый цветок, имя его, ещё и градусов. Поэтому… Олечка, вот оглядываясь назад и уже понимая, да, бизнес, но вот вспоминаю и думаю, конечно, я дура была. Вот здесь какие-то косяки сделала, вот здесь неправильно, здесь меня обманули, можно было избежать. Какие ошибки ты совершала в самом начале пути? В самом начале, наверное, особо таких ошибок не было. Всё как-то шло по накатанной колее. Единственное, когда уже такой пошёл небольшой спад, такого нашего источного бизнеса, потому что раньше такой конкуренции не было. Сейчас стала огромная конкуренция. Стали открывать везде, кто может, не может, и кто хочет, и не хочет, везде цветы, цветы. Вы, наверное, сами видите. Конечно, да. Куда ни посмотришь, налево, направо, везде цветы. Да. Ну, это же невозможно уже такого количества людей. Сколько магазин, да, тоже. Сколько в интернете. А как этой конкуренции противостоять? Почему всё равно твой бизнес остаётся на плаву, да, дай бог, чтобы всегда оставался, и такой успешный? Я вам скажу. Это всё зависит от места, на котором мы находимся. Вот в Голландии, например, существует цветочная биржа. Также и в Москве у нас существует такая же цветочная биржа. И вот как раз непосредственно на этой цветочной бирже мы реализовываем свои цветы. Это единственное, самое лучшее место в Москве, где пока ещё на цветах можно заработать хорошие деньги. Там салоны красоты, да, может быть, они какие-то там престижные для богатых, там, на Рублёвке, я не знаю, там, где-то таких вот богатых районах. И то это не те доходы, которые вот именно... То есть вот эти букеты просто продавать, это уже уходит на второй план? Нет, это уже... А цветочные биржи, это как это всё выглядит, я не очень понимаю. Это что такое? То есть производители цветов, сами производители цветов поставляют нам цветы. Делают доставки напрямую к нам. А мы их реализовываем именно на этой цветочной бирже. Ну, а ты бы сейчас посоветовала тем, кто только хочет в этот бизнес воткнуться, где такая большая конкуренция, начинать это дело? Или ты скажешь, слушайте, ребят, нас и так ту матч, вам тут делать нечего? Не посоветую. Не посоветую, потому что это уже не те доходы и не та прибыль. Да, может быть, конечно, не спорю. Всё же зависит от объёма бизнеса любого. Есть, допустим, те же самые продуктовые магазины, или там строительные, или Руа Мерлен, или какой-то там маленький киоск строительных материалов. Разница есть? Есть. Так же, как и цвета. Или ты же открыл салон цветочного, какой-то там небольшой такой бутичок цветочный, или ты открыл склад оптовый. Тоже разница есть. Но вложения-то разные, денежные. Ну, да, согласна. Скажи, а вот мода на цветы есть какая-нибудь? Вот сейчас, например, в этом сезоне моден вот такой цветок. Или есть какие-то новые имена цветов, которые вот только-только появились? В последнее время очень модно стало пионы. Ой, а что-то я прям их полюбила. Вот вдруг прям очень-очень-очень. Очень стал распространенный подарок. Все их любят. Вот, допустим, в этой композиции присутствует пион. А с чем это связано? Что вдруг? Или это кто-то крикнул? Все любим пионы в этом году. Даже не знаю. Это уже не в этом году. Это уже как-то, наверное, года три. Вот идет массовая любовь к пионам. Они такие еще интересные. Покупаешь такими шариками, да? Они раскрываются. Да, да, да. Такое, знаешь, мороженое на ножке. А это не только пионы, я хочу сказать тебе, Светлана. Вот, допустим, роза. Она приходит к нам вот таким маленьким бутончиком. И, кстати, в языке цветов значение цветов тоже зависит. Если, допустим, ты даришь розу в бутончике, она означает одно. Но если ты даришь розу раскрытую, она означает совершенно другое значение. А что вот в бутончике значит? В бутончике это, значит, пока легкие флирты, легкое какое-то такое увлечение женщины. Я тебя присматриваю. Да, да, да. Присматриваю. А если это уже раскрытая роза, то это уже любовь, страсть уже такое же. Слушай, а вот жалко, что уходит все-таки. А может быть, сейчас мы вернем вот эту моду делать комплименты с помощью букетов. А может, она и не уходила, никуда не знаю. Она никуда не уходила. Никуда не уходила. Ты думаешь, вот это, что какая роза, какой букет обозначает, это вот знают? Однозначно. Да? Ну, я кроме розы, то, что если красную розу дарят, это там про любовь. Гладиолусы у меня ассоциируются с первым классом, потому что мне мама дала букет огромный, который больше меня сперл эти гладиолусы. Не знаю, я их не любила раньше, потом я к ним как-то вот попривыкла. Гвоздика у меня ассоциируется с похоронами или с похоронами, как правильно, красные особенно, да? Политбюро, вот там кто-то умер, красные гвоздики. Это вот мои. 9 мая. А, 9 мая, да, ассоциация. Вот такие вот какие-то вещи. А что вот на самом деле, о чем говорят цветы? Давайте я вам расскажу. Давай. Вот здесь вот вы видите перед нами три композиции. Эта композиция, эта композиция, эта композиция. Как раз эти композиции для нас приготовила замечательный, талантливейший флорист Эльза. Спасибо, Эльза. Да, молодец, Эльза. Допустим, вот эту композицию мы приготовили для шансонье, нашего великого шансонье Михаила Захаровича Шефутинского. Для Шефутинского, то есть вы представляли его и собрали этот букет. Да, да. Но только я ему его не отдам. Вот так, почему такой букет? Я вам расскажу. Смотрите, на языке цветов, гладиолос, как вы говорите, у вас ассоциируется с первым классом, он ассоциируется совершенно не с первым классом. Гладиолос на древнегреческом языке обозначает гладиатор, щит в переводе. Защитник. Часто у меня с фалическим символом, допустим, ассоциируется с возрастом. Похоже. Нет? Похоже, есть. Такой немножко, как толковатый. Ну, какой есть, знаешь. Ну да. Так. Мы сейчас про Шефутинского. Ну, Шефутинского совершенно другие, мне кажется. Дальше. Вот, смотрите, есть такая притча, какая-то там, может быть, даже легенда, сказка. Я хочу рассказать вам про гладиолос. Давай. Один злой волшебник влюбился в прекрасную молодую девушку и решил ее украсть. Он ее украл, привез к себе в замок и заточил. Заточил в темнице. У нее был возлюбленный молодой человек. Этот возлюбленный молодой человек повез ее, чтобы ее забрать обратно и привезти домой. Пока он воспользовался тем, чтобы злой волшебник уехал из замка, освободил ее и посадил на коня, и они поскакали обратно домой. Злой волшебник, когда повернулся в замок, увидел, что никого нету, что девушка пропала, он поскакал в погоню за ними. Догнал их, вернул обратно в замок обоих, заколдовал и превратил его в качестве цветка вот в такой вот щит. А ее в качестве девушки, вот ее как мужчину, его как мужчину превратил в щит. А ее в качестве девушки превратил вот такие вот бутоны на этом щиту. И видишь, они вместе. И ее звали Глад, а его звали Иолус. И поэтому получилось название Гладиолус. Какая потрясающая легенда, очень красивая. А самое главное, что все равно волшебник, дурик какой-то, даже в этом цветке он их соединил вместе. И Гладиолус на языке цветов обозначает мужественность, твердость характера. Так, а вот эти шишечки? Вот эти шишечки, да. Как они правильно называются? Эти шишечки, по-моему, они так называются. И испигиум, если я не ошибаюсь. Я не запомню, и что они означают? На языке цветов они называются, сейчас я вам скажу, если меня не ошибает, не изменяет память. Они называются твердость характера, твердо стоящий на своих ногах. Не колючий? Не сгибаемый, колючий, не сгибаемый. Ну, с характером цветы очень рассказывают. Да, непобедимый, не сгибаемый, твердо стоящий на своих ногах. А вот эта вот штучка, не могу, мне она прям нравится. Антуриум. Антуриум. Про антуриум я хочу вам рассказать. А, антуриум, вот это вот красненький, да? Красненький, да. Ага, а он что? Антуриум на языке цветов обозначает, сейчас я вам скажу, что он обозначает, столько символов, столько значений. А вы знаете, что в этом, в словаре языка цветов более 400 значений. Еще такое существует, да? И более 400 растений, да. Словарь цветов. Словарь цветов вообще-то был в Турции, его создатель, основатель этого словаря цветов, языка цветов, был родом из Турции, на Востоке. Его создали для того, чтобы, когда нельзя было мужчине или женщине выдавать свое чувство так на показ, то они пользовались подарками цветов. И тем самым они показывали свои отношения друг к другу, как мужчина-женщина, так и женщина-мужина. Нет, вообще эту традицию надо сохранять. А вот некоторые девчонки говорят, да не надо мне цветы дарить, лучше деньгами, и я сама там себе что-нибудь куплю. Вот как ты считаешь, это правильно? А почему неправильно? Ну, я вообще-то, я считаю, что какие-то мещанские наклонности, ну что значит нельзя? Это же и есть вот эта вот живая природа. Мы же выросли сами все на живой природе, на красоте. А цветы это и есть красота. А какую красоту можно подарить? Нет, не дари мне цветы, подари мне там шубу, или там подари мне бриллианты, или что-то такого типа рода. Разве цветы некрасиво, когда ты приходишь к себе в дом, к себе в квартиру или там куда-то к себе, и ты видишь, что у тебя на столе стоит красивый, роскошный букет цветов. Это же так приятно. Конечно, совсем другая атмосфера и аура в доме. Абсолютно. Я согласна. Скажи, а вот ты себя, если бы составляла сама себе букет, из каких цветов ты состоишь? И повлиял ли этот красивый бизнес на твой характер? Повлиял. Каким образом? В лучшую сторону. А что в тебе вот он привел? Я стала более женственнее, благодаря цветам. Вот, пожалуйста, с одной стороны бизнес леди, да, где нужна вот твердость характера, вот этот гладиолус нужен, и как он, атриум или как? Антуриум. Да, вот, а с другой стороны, вот это вот нежное, что вот это вот, не знаю, нежное орхидее, которое смягчает твой характер, поэтому мы видим такую прекрасную женщину, не ту, которая, знаешь, бизнес леди, которая говорит, она как мужик в штанах, да, а действительно нежную, тонченную, очень красивую, действительно королеву цветов, это точно. А я знаю, что этот букет, так ты пофантазировала, если была возможность подарить Ирине Аллегровой, ты захотела именно для нее сделать букет, вот ты собрала именно такой, да? Да. Почему? Потому что я считаю Ирину Александровну замечательной певицей, мамой замечательной, императрицей. А, ты считаешь, что это роза, как такой вот царский цветок, да? Да, да, я считаю, что роза на языке цветов – это императрица, и роза – это считается королева цветов, а красная роза, она вообще ассциируется с богиней любви, с Афродитой на языке цветов. В переводе из древнегреческого там обозначение, что красная роза – это ассоциация или оцетворение богиней любви Афродиты. Я знаю, что каждой женщине необходим хороший садовник. У тебя есть свой садовник? Садовник? Да. Который тебя поливает, орошает? Есть. Значит, у тебя все сложилось. Ну да, я так думаю, что, ну, конечно, очень много было таких моментов. Вот почему я именно Ирине Аллегровой собирала этот букет? Потому что наши женские судьбы с ней пересекаются очень много и часто. Вот люблю ее песни и люблю петь эти песни Ирины. Она какой, какая любимая? Когда я еду в машине, например, сейчас тебе расскажу. По жизни ее песни пересекались с моментами из моей жизни. С такими какими-то… Этапами, да? Да, этапами жизни. Вот, например, когда от меня уходил мой муж к другой женщине, я пела песню «Транзитный пассажир». Ты мой транзитный пассажир. Я тебя умоляю, позови меня, да, а ты молчал. Я умоляю там что-то еще, а ты ничего. А ты опять молчишь. А ты опять молчишь, да. Потом, когда я решила угнать «Девятку», то я и отпела эту песню. Угоняла мужчину? Угоняла, угоняла. Ах ты угонщица. Но потом с трудом еле-еле вернула и больше сказала, что я не больше никогда. А, возвращалась. Никогда, да. Возьмите его обратно. Он мне не нужен. Ах ты какая. Так напой, напой. Нет, знаешь что, вот сейчас какой у тебя период жизни, какая песня Аллегровой подходит? Да, я сейчас вам скажу. Я очень часто пою песню «Мама». Мама, ни о чем ты не жалей, далеко до осени твоей. Мама, далеко до сентября, просто стала взрослой дочь твоя. Ой, потрясающе. А вот, кстати, ты сентябрь, вообще время года затронула уже Футенскую, если мне не изменяет память, песня «Третье сентября». А вот отличается букет, например, там осенний букет, весенний, зимний. Какие такие фишки есть, не знаю. Конечно, конечно. Вот у осеннего букета. Ну, весна, тюльпан. Весна, тюльпан, а осень это какие-то осенние листья, рябины, да, там что-то в этом роде. А осенью это в основном из садовых цветов, какие-то композиции вот такие вот своеобразные, интересные. Ну, розы, они круглые годы, розы. Ну, да. Пионы тоже ассоциируются с летом. А есть опасные цветы? Вот, например, ты знаешь, что в цветочном бизнесе он потрясающе смотрится в букете, великолепно, роскошно, но он, зараза, может вызывать аллергические реакции. Есть такие цветы, которых надо опасаться? Хризантема. Хризантема? Ой, я их обожаю. Они вызывают аллергическую реакцию, потому что запах хризантемы. А я думаю, ты скажешь, лилии. А гиацинты. А, еще и гиацинты. Гиацинты также вызывают аллергическую реакцию. А вот лилии, у них такой прям резкий аромат. Лилии очень жесткий запах, но мы ее реализовываем, продаем, когда она еще в бутонах. А когда уже доходит она до потребителя, до покупателя, она уже дома, там, у него в комнатных условиях начинает распускаться. И поэтому этого запаха мы не чувствуем, когда продаем ее. Ну, смотри, а сейчас возвращаясь к тенденциям модным, да, я вижу, что сейчас и из фруктов, и из ягод делают букеты, и комбинируют, и там что только не делают, да. А вот, например, есть такое, ну, не знаю, может быть, цветок сделан там из бижутерии какой-то и комбинируется с живым цветком? Или что, вот какая вот тенденция такая? Ну, вот, допустим, украшение свадеб. Раньше обычно свадьбы украшали чисто живыми цветами. Все украшения залов, торжеств, все-все-все было только из живых цветов. Сейчас, ну, по всей видимости, я так понимаю, чтобы каким-то образом сэкономить средства, уже люди как-то пытаются экономить на всем, поэтому делают такой плавный переход из живых цветов в искусственные. Сейчас продаются такие потрясающе красивые искусственные цветы французские, что они не отличаются от живых. И то есть, чтобы сэкономить живые цветы, делают искусственные, украшают. А мне еще нравится вот эта идея, не знаю, она приживется или нет, когда в горшочках продаются цветы, и мне не так сердце щемит. Знаешь, из-за чего? Я люблю цветы, но когда они умирают, другого слова я не нахожу, мне на это смотреть ужасно невыносимо. Может быть, поэтому, когда мне дарят вот цветы или букет, я и радуюсь, и уже плачу одновременно. Вот так какая-то у меня странная амбивалентные чувства и радости, и расстройства. Ну, надо к этому относиться как к жизни. Но в этой жизни ничего времени не бывает вечно. Да, я и радсовски к этому относиться, я согласна. Вот. Еще я хотела, знаешь, что у тебя спросить. Флористы мужчины и флористы женщины, они отличаются в работе? Ну, вот так же, как, например, как ты думаешь, стилист мужчина или стилист женщины? Они лучше? Кто из них лучше? Да кто его знает, да. Есть и женщины потрясающие, талантливые, флористы. Но, может, у них какой-то подход. Есть и мужчины. Есть такой, знаешь, что... Такой подход есть, только если мужчина немножечко не той ориентации. У него, да, может быть, получится даже лучше, чем у женщины. Лучше все-таки, да? Все равно. Может быть, лучше. Почему? Потому что считается, а лучший повар – мужчина, а лучший стилист – мужчина, а лучший флорист – мужчина. Почему? Потому что женщины, как всегда, все постоянно на круглосуточном уровне. Готовка с утра до вечера, там все остальное тоже с утра до вечера. А у них это как праздник. Они пришли, сделали и ушли. Ну да, но если мы не говорим про профессию, а там кто его знает. Да, очень все роскошно. И теперь скажи, пожалуйста, почему наш зритель должен выбирать именно твои букеты, чем они отличаются от других, и где тебя найти, вот прям, чтобы было понимание. В Инстаграме, везде, всюду, в жизни, телефоны. В Инстаграме, на фейсботе. Называй, как это все называть, называть. В Инстаграме где тебя искать? ms.olga.billowa. Ольга Билова, так. А значит, магазины твои где находятся? Проспект Мира, 78. Проспект Мира, 78. 78. А телефон? Дефлёр, да? Дефлёр. Так. И телефон, чтобы запоминали. Плюс 7, 915-009-08-00. Я представляю, сколько по этому телефону сейчас будут звонить мужчин, чтобы найти такую пушногрудную красавицу, королеву цветов. А я знаю, ты еще какой-то сюрприз приготовила, да? Подожди, а можно я еще немножечко перед сюрпризом? Я хотела немножечко кратко сказать об этой композиции на столе. Эта композиция, она состоит... Подожди, сейчас тогда сделаем так. Олечка, а вот про эту композицию можешь поподробнее мне рассказать, что это за композиция? Ну, о ней можно сказать кратко, потому что она состоит из нежных бело-розовых роз, а это ассоциируется с домашним уютом, с теплотой, с душевностью. И я очень благодарю тебя за то, что ты пригласила меня на свою передачу. Я здесь так себя чувствую по-домашнему, здесь очень тепло и уютно. Ой, как приятно слышно, правда, Олечка. Спасибо тебе большое. Я вот рассуждала, когда про цветы... Ну, конечно, цветок – это женщина, первое, что, да, ассоциация, образ которой возникает. Роза, я так подумала, восхитительный цветок, восхитительная женщина. Но есть шипы, которые оставят след, может быть, даже на сердце кровавый, да, и какая-то такая страсть может быть разрушительная. Гербера, она такая разная, но нуждается в твердой опоре и поддержке. Пионы пышные и заполнят все ваше пространство. Но вы эту женщину не забудете никогда. А ромашки, они такие с виду кажутся простые, может быть, немножко неуверенные, иронимые, все гадают, достойны ли они любви. Мне бы очень хотелось, чтобы наши женщины все знали и понимали, что каждый из вас цветок необыкновенный, чтобы каждая нашла своего садовника, чтобы каждая понимала и не сомневалась, что каждый из нас достойна любви. Ведь так, Олечка? Абсолютно, с тобой согласна. А, кстати, о ромашках. Вот, обрати внимание на свой веночек и на мой браслетик на руке. Да. Они в основном созданы из ромашек. А ромашка – это символ русской природы в языке цветов. И недавно был праздник семьи, любви и верности. В этот день принято дарить ромашке. И говорят, когда падает звездочка, на этом месте вырастает ромашка. Вот поэтому мы с тобой такие здесь замечательные две звездочки и собрались. Точно. Ой, какая замечательная история. Спасибо, Олечка. Столько много узнала легенд. Да. Невероятно. А вот там, что за роскошные. Мы приготовили, да. А я тебе приготовила такой замечательный сюрприз и подарок. Он роскошный. Одну минуту. Этот букет я приготовила для тебя. Вот как ты думаешь, почему он вот такой? И вот как ты считаешь, почему я именно такую композицию приготовила для тебя? Вижу флоксы мои любимые, ароматные. Вот посмотри. И розы. Здесь настолько большое количество разнообразий цветов и расцветок. Может, я такая разная? Да. Потому что ты, дорогая моя, настолько многогранная, настолько разносторонне развитая человек. Спасибо. И ты прекрасная, красавица. Ты женщина изумительная. Ты талантливая, талантищая, талантищая. И ты пытаешься своими такими нежными, элегантными ручками охватить весь мир. И у тебя это очень хорошо получается, замечательно. Спасибо. Поэтому вот эта композиция, этот букет у меня ассоциируется с тобой. Так что, дорогая, я вам дарю такую композицию побольше тезисов, дорогая Апрель. Спасибо, Олечка. Мне женщина в первый раз, по-моему, дарит цветы. Это так, оказывается, приятно. Мне кажется, даже приятнее, чем мужчина. Мужчина, когда дарит, столько не говорит комплиментов. Спасибо тебе, моя хорошая. С вами была Светлана Апрель и потрясающая Ольга Шублация.